Павел Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала действительно хотела бы вас поблагодарить, что вы нашли в своем плотном графике время для нас и сегодня вы у нас в студии. Спасибо вам огромное. Очень рада встречи. Спасибо. Павел Владимирович, вот смотрите, вот 3 июля 2021 года сего года по инициативе Российской Федерации Армения передала, как говорится, карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопихотных мин. Как вы можете это прокомментировать? Во-первых, я очень рад этому факту, тем более, что как-то так совпало, что именно 3 июля я сюда приехал и в этот же день произошло. Это довольно благоприятное событие, хорошее. С одной стороны, он носит военный характер, потому что речь идет о минах, речь идет о последствиях оккупации, последствиях войны. С другой стороны, это все-таки шаг к миру, это шаг к благополучной жизни, шаг к тому, чтобы все-таки на этой земле наконец восторжествовал мир и она как бы отдавала именно благо свое, да, и здесь счастливо жили люди. Безусловно, надо отметить здесь важную очень роль Российской Федерации и главы контингента российских миротворческих войск Рустама Мурадова, потому что именно при его посредничестве, по его инициативе эти карты были переданы. С ними было много интриг, если вы помните, то они есть, то их нету. Потом все-таки, когда вмешалась Россия, эти карты нашлись, сразу их передали. Это говорит о том, что именно Российская Федерация является гарантом стабильности здесь, в этом регионе. Именно от нас во многом зависит дальнейшее мирное развитие этой ситуации. И не зря был остановлен конфликт и зафиксированы те позиции, которые сейчас, когда, собственно, помните эти события, когда президент России Владимир Путин, согласовав, естественно, обсудив все с вашим президентом, с которым у них очень хорошее отношение и полное понимание, достигли сегодняшнего положения дел. И несмотря на то, что есть проигравшие стороны различные, реваншистские настроения там, да, но это больше политическая демагогия, это то, что больше на потребу внутренней политики. На сегодняшний день в международной ситуации любой объективный трезвомыслящий аналитик, действующий ответственный политик, именно практик, демагог, понимает, что та ситуация, которая сейчас сложилась, ее назад уже не отыграешь. И нам необходимо сейчас понимать, как мы будем фиксировать эту ситуацию, как мы будем развивать именно мирную жизнь, вот, а для этого необходимо вот такие делать шаги, их нужно делать как можно больше. И я вот приветствую этот поступок, и их нужно будет, конечно, эти карты в соответствии с ними уже проводить очень много работ. Я сталкивался в разных регионах планеты с проблемами минирования, то есть, в частности, я был на голландских высотах неоднократно в Израиле. И там эта проблема, она прям застарелая, потому что там есть вдоль дороги, и вот эти таблички осторожно мины, они там десятилетиями стоят. А почему? Потому что эти же карты, которые сейчас передали, там никто никому не передал, они были утрачены. Потом в результате оползней, дождей, подвижек почвы, вообще сейчас непонятно где эти мины, просто туда вот люди просто не ходят. И это стала ситуация, которая длится 10-20 лет. А для того, чтобы такого не случилось, вот здесь, на Южном Кавказе, вот для этого и должны быть такие шаги и дальнейшие действия по разминированию. Скажите, пожалуйста, какими вы все-таки видите нынешние отношения между Азербайджаном и Арменией? Довольно сложными, проблематичными. Если в Азербайджане, конечно, основное настроение, торжество, это понимание того, что наконец-то сбылась какая-то, какая-то справедливость есть в мире, что добились во многом своими усилиями, во многом за счет того, что президент Азербайджана, на мой взгляд, гений дипломатии, и он сумел найти правильное время, правильное место для того, чтобы совершить необходимые действия, в том числе военного характера. То есть заручившись определенной поддержкой, довольно влиятельных международных сил, держав, такой как бы пересменкой правителей в Соединенных Штатах, когда трудно было какую-то там позицию понять, они между собой там все больше разбирались. И вот эти факторы, они все сыграли вообще за пользу Азербайджану. Армения была совершенно не готова к такому повороту событий. Вот сама, я бы сказал так, что это показательный пример того, что азербайджанская модель более эффективна, более успешна, я имею в виду и во внутренней политике, и во внешней политике. И вот та идеология, которую несет Азербайджан, она оказывается победоносной. В то же время Армения, Караслав, почему? Потому что у них и во внутренней политике порядка нет. Постоянно какие-то бунты, какие-то выходы на улицу, какие-то склоки. Они не могут друг с другом найти общий язык сами. Как в этой ситуации добиваться сплочения нации, тем более какого-то развития, уж не говоря уже о победе в конфликте. Поэтому все закономерно. То есть после распада Советского Союза все как-то начинали свое самостоятельное плавание. Ну, относительно самостоятельное, потому что все мы все равно зависимы друг от друга и полностью самостоятельно мы быть не можем в той или иной. Но вот какое-то подобие самостоятельное плавание. И кто-то оказался успешным, а кто-то нет. Вот кто-то как состоялся, а кто-то, знаете, понятие failed state, что государство как бы не поймет, что за государство. Все одно, все другое. Вышли, покричали. Помните, салтыкова щедрена скинули. Значит, какого-то Ивашку с колокольни подобрали другого Ивашку, опять его скинули. То, как здесь мы видим, да, конечно, Азербайджан тоже переживал трудные времена, если брать вот начало 90-х годов, различные попытки Пуча, я помню, были там полковников Дугусейнов, какие-то танковые колонны, националисты. Все это пережил Азербайджан. Но потом эволюция, его социальная эволюция, его политическая система привела к тому, что здесь есть порядок, что здесь есть уважение к первому лицу. И к нему есть не только у граждан большое уважение. Я общался и со многими представителями оппозиции Азербайджана. Они все, вот интересно, вроде человек представитель оппозиции, а президенте и его супруге, говорит, уважительно. Это дорогого стоит. Это действительно очень большой авторитет. Это удивительно. С этим восточным менталитетом я не перестаю удивляться. И меня это поразило. С уважением говорят. Даже вот где-то пострадало, говорит, нет, наш президент, это сила. А и на международной арене у него было огромное достижение. Чего не скажешь об армянской стороне, конечно, там. Им, чтобы все-таки остаться на исторической арене, надо очень много как-то над собой поработать, переосмыслить. Какой-то другой формат существования даже найти. Скажите, пожалуйста, а вот на сегодняшний день, по вашему личному мнению, что мешает Армении все-таки сблизиться с Азербайджаном? Так вот это и мешает. Собственно, они являются заложниками вот этих внутренних настроений. Конечно, проигрывать тяжело. Это горечь. Это где-то затаянная ненависть. Это сжатые кулаки. Это обида. Это жертвы. И, конечно, сразу, вот в одну секунду, что это признать все. Тем более же, они же перешли, получается, очень резко от, ну, может быть, такого-то, не скажу, что высокомерие, да, но от того, что они же не готовы были. Они думали, что это вот, они сильнее. Они были уверены в этом. Они были самонадеянны. Они не хотели работать, может быть, они больше занимались какими-то другими вопросами. Вот. Они даже, насколько я понимаю, там были такие серьезные настроения. Они решили ссориться с Россией. И вот эту военную базу им это было, помню, не нужна. И какие-то, значит, вот они больше, МСО раз ближе был. А Российская Федерация им не нужна. Хотя во многом их существование гарантировалось Российской Федерацией. То есть они плевали в колодец, получается, из которого потом хотели, ну, так не делается. Не плюют в колодец, в который хотят напиться. Да, не робят толча. То есть была какая-то безумная вот эта толчая, суета, отсутствие какой-либо логики. И надежда на что, непонятно на что, на собственную, может быть, наглость, самонадеянность. Азербайджан работал. Для меня еще во многом все-таки это загадка. Мы должны понимать и разбираться, еще изучать, что же такое современный Азербайджан. Откуда у него взялась эта сила. И эта сила внушает уважение. Но для меня, как для политического ученого, это еще и необходимость разобраться в этом. Я приехал, я буду изучать. Спасибо вам огромное.